Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели Тюменского института культуры. 200-летний юбилей великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского научная библиотека института встречает несколькими выставками. Сектор литературы по дизайну предлагает познакомиться с Достоевским и героями его произведений в живописи и графике. На выставке представлены портреты Фёдора Михайловича Достоевского, многим хорошо знакомые. Замечательные по своей выразительности портреты Василия Перова и Владимира Фаворского показывают писателя в момент глубокой сосредоточенности мысли и полного погружения в себя. Его внутреннее духовное горение, символически, через горящую свечу передал в портрете Достоевского Константин Васильев, а русский художник Иван Крамской создал рисунок Достоевский на смертном одре. Но на этом посмертном портрете Достоевский кажется живым и величавым. Писатель всю жизнь мучительно искал ответы на вечные вопросы, стремился познать все глубины души человеческой, поэтому образы и характеры его героев так психологически сложны и напряжены, трагичны и противоречивы. Выставка представляет очень выразительные иллюстрации к произведениям Достоевского самых известных отечественных художников Шмаринова к роману «Преступление и наказание», Ильи Глазунова и Виталия Горяева к «Идиоту», Добужинского к повести «Белая ночи». Книжно-иллюстративную выставку дополняют DVD-диски из коллекции библиотеки с записями фильмов-сериалов по произведениям Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы». Психологическая проза писателя не устаревает, а становится все актуальнее в настоящее время. Поэтому, как говорит известный исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, читайте и перечитывайте классику. И приходите в библиотеку на выставку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...